Мехенди кон в Санкт-Петербурге Мехенди пати города, скажем так, то есть мы отдельно и Мехенди пати отдельно, но в одном пространстве. И я смотрю, вижу то, что рисуют мастера Мехенди, гуляю-гуляю, и тут оп, и встречаю эту прекрасную девушку, которая является нашей ученицей. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Меня зовут Евгения, я живу в городе Санкт-Петербург, и год назад я впервые познакомилась со школой Ириной Александровской. Она мне очень впечатлила, я решила пойти туда учиться, и тут спустя год, выступая на фестивале, я вдруг вижу знакомое лицо. Я, конечно, знала, что на Мехенди кон приезжает Ирина. Я была так рада, она так позитивно меня встретила, что тоже очень приятно, что тебя знают. В общем, это была неожиданная встреча. А ты до нас уже обучалась где-то, Мехенди рисовала? Я знала еще об одной школе, и, если честно, то я проходила обучение и в другой школе, поэтому у меня есть чем сравнить. Но, в принципе, когда я обучалась, я была новичком, то есть мне многое очень дала именно школа Ирина. Спасибо. Как твои родные отнеслись к твоему новому увлечению? Конечно, больше скептически, но их радует то, что я рисую. В принципе, они как бы не против того, что я этим занимаюсь для себя. Хорошо. Скажи, пожалуйста, у тебя получается зарабатывать на этом? И как думаешь, можно ли больше на этом зарабатывать? И чего тебе для этого не хватает? Конечно, получается. Даже скажу так, что в трудные моменты меня именно это и спасает. И да, зарабатывать получается пока что немного, но я стараюсь. Чего мне для этого не хватает? Ну, наверное, упорство больше, так как надо очень много работать именно над тем, чтобы и в социальных сетях рекламироваться, и больше рисовать. И у меня иногда на это не хватает времени. Хорошо. Многие люди считают, что мехензи — это ерунда, скажем так, она не нужна. Как ты сама относишься к этому? И видишь ли ты дальнейшее свое развитие, и как оно будет происходить? Я не согласна с теми людьми, которые говорят, что это ерунда. Да, на самом деле я с мехензи познакомилась уже очень давно, и как бы оно мне очень понравилось, еще тогда, лет пять назад. Я считаю, что это достойное украшение для тела, и независимо, парень ты или девушка. Если тебе это интересно, то пожалуйста. Хорошо. У каких мастеров, и вообще, хочешь ли ты или не хочешь обучиться еще у кого-то? Честно, теряюсь немного при таких вопросах, потому что мастеров-то очень много. По крайней мере, нас слухуют. Это Татьяна Килинская о том, что это самый, наверное, главный мастер, которому хотелось попасть. И еще вот я очень рада с Ириной встретиться лично. И, ну, в принципе, очень много мастеров, которые достойно рисуют. И если бы хотя бы с ними один раз увидеться, поговорить, это уже очень круто. Не говоря о том, чтобы пройти им какое-то обучение. Ну, а какие-то твои любимые, кроме еще Татьяны Килинской, может, за рубежом вспомнишь, не вспомнишь? Еще вот те, которые на конференции были. У кого-то хочешь еще обучиться? За рубежом не вспомню, но вот Рэбби Мехэнди, Лиза, мне очень нравятся ее работы. И Наташа Гаспина тоже нравятся ее работы. Ну, собственно, здесь приглашены все как раз такие люди, на которых смотришь и восхищаешься. Ну, и последний вопрос. Что ты пожелаешь новичкам? Новичкам? Не лениться рисовать каждый день, по чуть-чуть, по 20 минут в день, но рисовать, то есть не забывать и верить в свои силы, это самое главное. То есть, если у тебя что-то изначально не получается, не надо из-за этого расстраиваться, нужно просто рисовать, и со временем у тебя все получится. Вдохновляет. Спасибо большое. Дай тебе облик.